Свой вклад в развитие сельского хозяйства вносит и фермер из Зеленчукского района Хазырыжаев. На сегодняшний день у него более ста голов коров семилитальской и швидской пород. Фермер говорит, они неприхотливы и легко приспосабливаются к любым видам кормов и при этом дают вкусное и полезное молоко. О фермере его пестролы рыжим поголовье в репортаже Александра Коваленко. Вот уже более десяти лет и за дня в день Хазырыжаев трудится на своей ферме. Он с гордостью рассказывает съемочной группе о своем поголовье скота. Сементальскую породу крупного рогатого скота завезли в Россию и Швейцарии. Эти животные хорошо адаптируются в наших природных условиях, а молодняк при правильном уходе хорошо откармливается. Этот мишка полтора года назад весил 85 килограммов, а сейчас почти 450. Радует и внешний окрас скота. Пестрые цвета гармонируют с белыми, а копыта и рога словно вылиты из воска. Это краснопестрый галштин с Воронежа. Самая высокопродуктивная порода тоже. Но по нашим условиям его надо скрещивать с нашими сементалами, со шведами. Потом телята и коровы нормальные будут с них. Я с Воронежа его специально привез теленком. За животными нужен уход, как за детьми. Необходимо вовремя делать прививки. Ну а если приболели, вызывать на дом ветеринара, рассказывает Хазыр Исаевич. Они чувствуют заботу и отвечают взаимностью. Дают отличное молоко два раза в день. И так круглый год, говорит фермер. В лактационный период в день с одной коровы сдаивают более 20 литров молока. И сдают его на молокозавод. С полной ответственностью Хазыр Исаевич подходит и к выбору корма для своих животных. Чтобы молоко было жирным, вкусным и экологически чистым, весной он занят земледелием. Сеет пшеницу, овес, кукурузу. Последнюю культуру осенью перерабатывает в силос и получает 700 тонн готового лакомства. Заготовил фермер на зиму уже и 900 рулонов сена. В каждом по 250 килограмм полезного разнотравья. Этот краснодарский сорт. В прошлом году я начал его сеять. Нормально. Выходит у него силос нормально. А для зерна тоже этого берем. Мы сеем. 30 гектаров под силосеем. А этого для зерна 20 гектаров. Остальное ясмень нет. Богатый автопарк фермера. В нем есть трактор, копалки, бульдозер, камаз. В планах из Ира Исаева приобрести еще и зернометатель. Ну, у нас планы дорастить до 200 голов дойных коров. Я попробую еще завести красно-степных сюда. У меня 2-3 головы есть, они тоже нормальные. Молоко дают, все нормально у них тоже получается. Можно с ними тоже работать. Вести сельское хозяйство Хазыру Исаевичу помогает его трое детей и супруга. И несмотря на полную занятость тружеников, заботливый дедушка все же выбирает свободную минутку, чтобы пообщаться со своими десяти внуками, которым их старший наставник прививает любовь к трудолюбию и уважению к людям. Ну, а когда день уже на исходе, семья собирается за ужином, обсуждая сделанную работу и строя планы на завтрашний день. Александра Коваленко, Ольга Савенко, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Зеленчукский район.